Почему детям тяжело запомнить таблицу умножения? По сути, обычно дети изучают во втором классе таблицу, они уже хорошо разбираются в математических примерах и вроде бы нормально различают символы. Символы — это числа имеются в виду и цифры. Но когда наступает момент запоминать таблицу умножения, они становятся как бы в ряд. Для понимания взрослых это своеобразный пин-код. Четыре примера из трёхзначных и 32 четырёхзначных. И вот даже если представить, что взрослый сядет и выучит за какой-то короткий промежуток времени вот эти пин-коды, это можно просто с ума сойти. Поэтому мозг… Почему ребёнку тяжело? Потому что мозг ещё не совсем понимает взаимосвязи, между этой информацией. И просто нужно немножечко по-другому её подать, более простых, понятных примеров. Так, чтобы мозг мог расшифровать, а потом зашифровать эту информацию правильно. Как же всё-таки выучить таблицу умножения? Я создала вот видеокурс. Это моё такое творение. Мне ушло 9 месяцев на это. Это продумано до последней мелочи. Но вам благодарны будут все детки Херсонщины. Не только Херсонщины. Почему я и создала видеокурс, чтобы действительно эта программа была доступна для тех, кому она действительно необходима. Для тех родителей, которые не хотят мучить своих детей, которые понимают, что… Ну и сами бы не мучились. Всё-таки это же сколько часов нужно витрачать. И нервовых клетей. Совершенно верно. Так как же подать доступную эту информацию? С помощью цифрообраза, когда мы перекодируем число в обычный, понятный для ребёнка стандартный образ. Ну, я предлагаю рассмотреть на примере. Если можно, поставьте, пожалуйста, кусочек ролика. Да, пожалуйста, давайте по вопросам у наших режиссерев. Да, то есть в каждом образе узнаётся определённое число. Например, дракончик – это двойка. Она просто обрисовывается. Очень просто туда. А бабочка – это тройка. То есть в крылышках легко прочесть. Итак, все 10 образов. Почему 10? Потому что это множители. То есть это наши главные герои. А дальше начинается самое интересное. Потому что все дети очень легко запоминают мультфильмы, сказки. То есть то, что просто интересно для них. И они потом с лёгкостью могут это пересказать. Так вот, сама таблица умножения, 36 примеров, это просто 36 историй, которые приключаются с нашими главными героями. И дальше происходит тоже определённое чудо. И хочу, чтобы тоже показали второй ролик. Да, то есть вот пример, который мы уже рассмотрели. Да, 2 умножить на 3. То есть что происходит? Дракончик – это двойка, бабочка – тройка. И здесь история следующего характера. Например, дракончик. У него была дрессированная бабочка, которую он подзывал свистком. И она прилетала. То есть сама история по себе какая-то немножко необычная. Она хорошо запоминается. И здесь свисток – это именно и будет наше произведение. Я думаю, что несложно угадать, какую цифру он напоминает. И вот таким образом, через образы, опять же, мы можем легко подать детям информацию. Свет, я перепрошу, просто, коли мы с вами колись говорили про мотивацию учнів перед тем, как отправить их до школы, вы говорили, что тут нужно враховывать еще и тип вашей дитины. Він аудеал, кіностет, кто там у нас еще есть? Визуал. Визуал и таблиця множення. И самая ця методика подойдет даже до аудеалов. Вы прямо у меня с языка сорвали информацию. Что происходит? Эта система дает возможность ребенку визуально запоминать картинку, если он визуал. Аудеально проговаривается история, если он аудеал. И, естественно, мы потом используем такие тренажеры, там, где ребенок может еще прописать. То есть, прямо, допустим, это у нас уже пойдут цифры, которые обозначают конец примера. То есть, ребенок нативно может полностью разгадать всю эту таблицу. То есть, ему не нужно ничего запоминать. Все делается просто по тому, как он это видит и воспринимает. Поэтому эта таблица, она как раз и воздействует на все органы чувств ребенка. Ну и опять же, вызывает интерес, потому что это игра. Это не то, что сядь, учи и ничего не понимает. А подается вот в такой манере. Но вопрос, часто возникающий у родителей, как бы, мало того, что числа выучить, еще и образы запомнить, не будет ли перегрузки нервной системы у ребенка. Не будет. Потому что информация подается доступно. Вот если попросить взрослого рассказать какую-то историю, которая произошла вчера, не составит труда. Правда ведь? А вот згадать, сколько будет 6 на 7? Вот, 6 на 7. Да, тоже хороший пример. И когда мы изучаем новую непонятную информацию, мы всегда испытываем трудности. Так поэтому не проще ли подать это через игру, через примеры, неужели мучить ребенка. По поводу... Ну и сразу, походу еще запитание. Мы говорили про там, вивчение, например, слов из иноземной мовы певных, про вивчение назв в месяцах украинской, и скрозь у нас есть певные сюжеты и образы. Чи не будет это заплутывать? Нет, не будет. Чи треба на чему-то одном в данный момент заориентовать? Вот я вчера тоже слушала очень интересный доклад одного из профессоров, который занимается развитием мозга. И вот она рассматривала даже билингвы. Билингвы, знаете, да? То есть, в принципе, мы тоже билингвы, потому что у нас русский, украинский язык. Но у нас же в голове не возникает путаница. То есть, очень часто мы четко знаем, что это русский язык, это украинский язык. Точно так же с образами. Они яркие, то есть, они намного лучше индексируются, чем числа. И они лучше перекодируются у нас в голове. И почему лучше запоминать таблицу именно через цифрообразы? Потому что у нас есть возможность потом хорошо и с удовольствием прорешать примеры. Потому что это только часть, это как бы верхушка айсберга. В любом случае, мы же не будем вспоминать все, ну, потом, да, взрослые, не будем же оперировать образами. Мы, естественно, будем оперировать обычными числами. Поэтому у ребенка происходит индексация в голове этих цифрообразов, но решает он обычные примеры. И чем больше он решит этих примеров, тем лучше он запомнит уже визуально, да, что к чему соответствует. И через какое-то время просто образы уже отойдут, они будут не нужны. Но нам самая главная задача – это заинтересовать ребенка решать эти примеры. Та мотивація, про которую мы говорили. Совершенно верно. И на остаток, буквально остальное запитание, с какого века лучше начинать учить таблицу умножения. Вы сказали про то, что так и учать в другом семестре, другого класса. Да. Поэтому лето перед другим классом – тот самый час. Можно начинать учить летом. То есть учить нужно вообще любую информацию учить необходимо тогда, когда вы будете ее использовать. Если вы хотите выучить раньше таблицу умножения, не вопрос. Просто решайте примеры. Потому что любая информация, которой мы пользуемся здесь и сейчас, она запоминается. Чуть-чуть пройдет время, естественно, будет забываться. Поэтому, если вы знаете, что ребенок будет решать примеры, можете хоть пять лет выучить ее, как это сделал мой сын. Теперь мы их решаем. Ну, главное дать зрозуметь детине, что таблица умножения уже не такая складная и велика. Нет, ее можно выучить с удовольствием и с большой радостью. И главное, что это можно сделать рядом с родителем. Да. И весь курс три часа. С делением.